Добрый день, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Сегодня мы вам расскажем, как провести тепловизионные обследования дома, какие проблемы мы можем увидеть с помощью тепловизора. Всех с наступившим 2018 Новым Годом! Давайте приступим. Тепловизор у нас Milwaukee. Также используем в тепловизионных обследованиях мы тепловизор фирмы Testa. На сайте у нас есть примеры отчетов, которые вы получаете после проведения тепловизионного обследования. Дом у нас каркасный, в процессе строительства, но с населенным первым этажом. Приступим к тепловизионной съемке и посмотрим, что из этого получится. На улице у нас около 0 градусов. В тепловизор мы видим место утечки тепла. Здесь находится незакрытое окно в подвал. Подвал неотапливаемый. Но мы видим, что оттуда уходит тепло температурой 4,3 градуса Цельсия. Также мы видим, что тепло уходит через окна первого и второго этажа через стеклопакеты. Это нормально, потому что окна у нас всегда теплее, чем стены. Можем уменьшить разность температур, чтобы это было видно лучше. Других проблем по стенам мы не видим. Дом очень хорошо утеплен. То есть это каркасный дом с толщиной стены 350 мм в каркасе с утеплителем. Но проблемы, как всегда, есть. Вот у нас теплопотери через плохо утепленную уходную дверь на второй этаж. Вот у нас прям супер светится дверь на первый этаж. Видно, что дверь старая и деревянная. Дом после реконструкции. Поэтому теплопотери присутствуют. Тамбур еще в процессе будет утепляться. Двери будут. Второй этаж у нас в процессе отделки. Как раз самое время посмотреть, где могут быть теплопотери. И их устранить. Сейчас на отопление всего этажа работает одна дуйка. Поэтому температура здесь плюс 15 градусов. Даже 16. Ну, что мы видим. Теплопотери по краевым зонам окна. К сожалению, от этой проблемы тяжело избавиться. И она присутствует. То есть, мы это фиксируем в тепловизор. Чтобы потом можно было устранить. В тепловизоре у нас будет видно, как изображение в тепловом диапазоне, так и для локализации в обычном. Вот у нас проблемная зона. Таким образом просматриваются все конструкции. Отмечаются все проблемные участки. И дальше уже можно делать выводы. Насколько они глобальны. Что следует с этим делать. Как их локализировать. И убрать. Снаружи мы просматриваем зоны с утечками тепла. Кстати, вот хорошо в тепловизор видно, что отсутствие тамбура в доме достаточно большой источник теплопотерь. Здесь тамбура у нас нету. Дверь не герметичная. Разница между температурой в этом месте и температурой в доме общей около 10 градусов. Что значительно больше допустимых пределов. Вот у нас осталось старое окно из старого дома. Стеклопакет здесь обычный однокамерный. Температура на стеклопакете 12 градусов тепла. Мы рекомендуем его заменить на энергоэффективный. Для сравнения стоит новое окно. И на нем температура уже 13,6 градусов. Также в тепловизорах хорошо видны проблемы с регулировкой окон. Это тоже все фиксируется в отчете. В данном случае все более-менее хорошо. Вентиляционные дверцы не сифонят. Даже из вытяжки В вытяжке установлен клапан не поддувает. Мы рекомендуем проводить тепловизионные обследования совместно с BluDor тестом. С тестом на глиметичность. Это нам позволяет проверить насколько существуют утечки тепла при разнице давлений. То есть, когда у вас снаружи дует ветер, внутри повышенная температура. И за счет разницы давления через щели, через неплотности конструкции у нас уходит тепло. Вот у нас первый этаж. Здесь квартира уже заселена, полностью жилая. И мы сейчас посмотрим, где могут быть утечки тепла. Есть жалобы на запотевание окон. Заодно проверим работу теплого пола. Вот мы здесь видим, что есть проблемное место. Окно потеет, что неудивительно. и есть место утечки тепла. Окно требует регулировки. этот узел мы фиксируем. так мы просматриваем все ключевые места в доме. За прошлый год нами проведено около 60 тепловизионных обследований. И скопился достаточно большой опыт и знания, где может теряться тепло и где появляются проблемные зоны. Вот так, друзья, проводятся тепловизионные обследования. Наша основная задача найти как можно больше мест утечки тепла, их локализовать, отобразить в отчете, чтобы дальше можно было с ними бороться. С уважением, Павел Бирюкович. Следите за нашими новыми видео. В следующих видео мы постараемся рассказать вам, как проводится Блудвор-тест. Тест на герметичность зданий. Покажем еще интересные моменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!